Ом-Ти-Ви-Юэй про головне Если по-простому-то, а кто напал-то на кого? Кто напал? По ремонтной базе рашистов нанесли удар с помощью нескольких ракет Storm Shadow или Scalp. Версия Staurus не подтвердилась. Великобритания и Франция спасибо огромное. До 24 февраля 2022 года по Луганску ничего не прилетало более 7 лет. Странно, правда? Ну а теперь про то, чем Путин сейчас занят. У него переговоры с Лукашенко. И прямо при нем он позвонил семье потомственных оленеводов. Поздравил с золотой свадьбой и днем космонавтики. Послушайте. Слышите нас? Слышу, слышу. Это кто? Все свои. Из Кремля с вами. Ваши друзья из Кремля. Хорошо, хорошо. У нас вот гости здесь. Во-первых, первая женщина-космонавт в Беларуси. Президент Беларуси. И сегодня, сегодня весь праздник, 12 апреля, день космонавтики. Мы вас все вместе поздравляем и с юбилеем с золотой свадьбой. И вас, и Зою Игрумовну, всю вашу семью большую. Желаем вам всего здорового, доброго, успехов. Чем между собой связаны Путин, оленеводы, их свадьба и день космонавтики, сказать трудно. Видимо, пиарщики посоветовали ему таким странным образом выйти, наконец, на связь с народом. Потому что, 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 потому что. В Оренбургской области продолжается паводок, сильнейший за всю историю наблюдений. Уровень воды на реке Урал достиг 1143 сантиметров. Это на 2 метра больше критической отметки. В Оренбурге объявили массовую эвакуацию. Полная эвакуация жителей также объявлена в поселке газодобытчиков рядом с Оренбургом. Власти боятся, что там может прорвать дамбу. Местные власти пытаются укрепить дамбы, но пока, похоже, не справляются. Вот видео с места работ. КамАЗ с грунтом провалился под асфальт и ушел под воду. Даже в таких условиях многие жители не теряют присутствие духа. В поселке Весенний местный житель сыграл на саксофоне, стоя по коленам в воде. Послушайте. Пока одну часть России заливает водой, другая страдает от снежных буранов. Республику Коми накрыла сильная метель. Ветер там достигает 30 метров в секунду. Он переворачивает мусорные баки, рвет провода и выбивает окна в домах. Из-за непогоды в Воркуте и в Печорах отменили занятия в школах. Теперь новость из Петербурга. Там трамвай въехал в людей на пешеходном переходе. Это произошло в районе станции метро Приморская на Васильевском острове. Пострадали три человека. Интересно, что это не обычный старый трамвай, а умный. Он должен останавливаться, если на путях есть человек или какой-то предмет. Изготовил трамвай Ростех. И, как сказано на сайте администрации Петербурга, он оснащен комплексом активной безопасности на основе российских разработок искусственного интеллекта. Очевидно, интеллект от Ростеха не справился. Белгород снова атаковали украинские беспилотники. Минобороны утром отчиталось, что сбило пять дронов над областью. Однако чуть позже Гладков написал, что один из них врезался в здание Газпрома. Взрывом поврежден фасад и разбиты окна. Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами. В то же время стал известен размах дезертирства в российской армии. За один только март военные суды вынесли 684 приговора по статье о самовольном оставлении части. Это ведь только те дела, которые дошли до суда. Сколько солдат поймали и посадили в яму или на подвал, даже примерно оценить сложно. Но можно предположить, что если судят сотни, то бегут тысячи. Суды по таким делам, как правило, выносят условные сроки для того, чтобы вернуть военных на линию фронта. Но этого явно мало. Поэтому депутат татарского госсовета предложил мобилизовать всех отдыхающих в ночных клубах. Причем, по словам Эдуарда Шарафиева, гнать на фронт нужно всех, не проверяя у врачей. Мол, на тусовку-то здоровье пойти есть. Это страшилка. МИД Таджикистана осудил применение пыток к арестованным по делу о теракте в Крокусе. Дипломаты говорят, что силовикам следовало соблюдать нормы международного права. А демонстрация публичных пыток приводит к обесцениванию признаний подозреваемых. Об этом говорится в заявлении главы МИД. После Крокуса в России начались настоящие облавы на выходцев из Центральной Азии. Причем даже тех, у кого есть дипломатический иммунитет. В Москве полицейские выбили дверь и ворвались в квартиру дипломата из Кыргызстана Манаса Жалташбекова, чтобы проверить его документы. Дипломатический паспорт силовиков не устроил. Они агрессивно требовали именно документы о постановке на миграционный учет. Естественно, что работникам посольства и членам их семей ни на какой учет вставать не нужно. Пишут, что супруги Манаса нанесли телесные повреждения, и все это видели их дети. Это произошло еще 8 апреля. Сегодня МИД Кыргызстана вызвал представителя российского посольства. А перед самим дипломатом до сих пор никто не извинился. Просто позорище, конечно. Лукашенко раскритиковал предстоящую конференцию в Швейцарии, которую Украина хочет организовать без участия страны-агрессора. Сегодня есть все для того, чтобы сесть и договариваться. Не хотят, ясно почему не хотят. Мы уже на этот вопрос ответили. Если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат. Если мы какую-то роль в этом можем сыграть, вы знаете, наши возможности. Мы всегда будем рядом и будем действовать в одном ключе с вами. Я чувствую, что происходит в Украине. В начале СВО Володя Зеленского поддерживали почти 98%. Сегодня разнятся цифры. Кто-то говорит 34%, а последние данные у россиян около 14%. У Володи Зеленского 22 или 21 мая заканчивается срок полномочий. Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет, ребята, а с кем подписывать договор? С кем подписывать? Полномочия у президента Украины истекли. Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор. Завтра вы придете к власти, станете президентом. Вам это не понравится, а они умеют это делать, как по Минским соглашениям, помните? Они это все отбросят и скажут, да это нелегитимный президент подписывал. И я вообще этого не знаю. Новый президент скажет. Ну что ж, вот человек, который с 20-го года насильственным путем захватил власть в Белоруссии, обеспокоился о легитимности Владимира Зеленского. Прекратить, утверждает Макрон, бояться Владимира Путина. Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу, как прежде. Голосом разума выступил глава МИД Венгрии Сиярта. Заявил, что страны НАТО должны избежать столкновения с Россией, в противном случае Европу. А за ней всю планету, как он выразился, накроют ядерный пепел.